Продолжение следует... Давай, Валя, пять минут перерыв. Ну вопрос есть. Кто-то может ответить? Да, у вас прекрасно слышу. Вот сейчас пять минут перерыв, давайте через пять минут. Ну вопрос какой? Вот как Федор пытался рассказать у них за час. У нас по регламенту за 45 минут принимается. Критерии есть ли по видео? Есть. Да, да. Правильно? Все есть. Ну возьмите их можно. Не слышу пока. Ага, понял, хорошо. Вопросы в чат. Спасибо. 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 Виталий, ты меня слышишь? Да. Хорошо. Выглядишь хорошо. Выгляжу, ладно. Я хочу рассказать одну историю про гомельского судью. Я не ожидал, что такие люди еще могут быть. А какие у нас судьи? Обгом или нет судьи? Вот он приехал судить в детскую лигу. Ну, назови мне вот такой среднего роста мальчик. Нету среднего роста мальчик. Так вы умудрились проверить, что он мальчик. А вот ты знаешь его. Как он? Не груби, пожалуйста. Я же сейчас не про это говорю. Я же тоже умею проверить. Значит, я ему выдал деньги. Он должен был мне сдать сдачу. Он приносит мне сдачу, а потом во второй день снова деньги. Уважаемые комиссары, мы продолжаем. Пять минут, простите, перебиваю. Есть какие-то вопросы? Ладно, позвоню, расскажем. Сейчас. Это потом. Мы продолжаем. Это первое. Максим. Давайте, значит, сейчас мы... Я в двух словах вам покажу отчет посмотровой комиссии и критерий. Потом мы посмотрим этим критерием, то, что вот есть у нас. Там есть хорошие вещи, которые можно посмотреть по видео, как мы оцениваем работу судей и где и кто является виновником в той или другой ситуации. Эти клипы у вас все будут. Я, Александр Байщу, их скинул, и там Петр Леонидович, я могу вам переслать. И эти критерии. То есть вы можете выбрать то, что вам подходит. И потом, как бы, их, может быть, что-то добавить для себя. Это все отчеты, эти баллы, которые у нас. Видите, у нас есть критерии, допустим, коэффициенты у лиг. Премьер Лига и Мужская Супер Лига 1. Женская Супер Лига 0,5. Женская Супер Лига 2 и Дюбл единица. Детские соревнования, ну, детские молодежные соревнования девочек 0,95. Ну, то есть судей, которые стоят, эта оценка умножается и получается соответственно от рейсов. Ну, в общем, математика. Не буду это ничего говорить. В общем, это и комиссаров оценивают. То есть сидят там у нас ребята. Так, принципы. Самое главное. То есть вот здесь как бы немножко нужно просто это посмотреть, потому что эти вещи, они работают не только мы там сами выдумываем, на основании каких-то фибовских вещей и все, что касательно нашего регламента. Произошел, значит, самое главное, это был фолл или нарушение. Что-то произошло. Второе. Первичная или вторичная зона у судьи. Это тоже важно, потому что если судья пылесосит всю площадку один, это не является правильной работой. Нам не нужно судья, который будет все, что было в двойной механике, когда один мог закрывать там больше, чем две трети площадки, то это совершенно по-другому. Сейчас должны быть три нормальных судьи. И очень важно задача старшего арбитра четко выставить критерии перед игрой. Третье. Занимает ли каждый арбитр оптимальную позицию для принятия верного решения или сделал ли он все, чтобы ее, эту позицию улучшить. Первая базовая позиция. Если судья не бежит, если судья набегает, если судья не успевает быстро отрыв, если он во время транзита остается сзади мяча и не видит, что делает защитник, это является некорректной работой судьи. И это мы оцениваем как замечание и пожелание по работе механика. Четвертое. Имеет ли каждый из судей открытый обзор на эпизод? То есть, если судья закрыт и свистит через всю площадку наугад, это является неправильным. То есть, бывает ситуация, что, например, у Максима Жуськова, где он находится, игрок по какой-то причине сталкивать с нему спиной, но находится в трех метрах от него. А я стою на трехочковой линии, ведомой орбиты, и у меня открытый эпизод, потому что мяч передо мной я вижу, а у Жуськова за спиной, и Максим улучшает позицию, но на какую-то долю секунды закрыт. Игрок разворачивается, открыт передо мной, и я вижу. Я обязан ему помогать, потому что у меня открытый угол. Это сегодняшнее требование. То есть, судья должен иметь мнение по эпизоду, если он фиксирует. Если он судит. Кто из судей зафиксировал данный фолл или нарушение? Данный фолл нарушения. Кто из судей нарушил процедуру использования видеоповтора? Если судья идет неправильно смотреть, это является нарушением. Особенно, если мы говорим про молодых кандидатов на ФИБО. И теперь критерий. Вот эту презентацию я вам тоже дам. Первый критерий, самый важный. Если судья занимает правильную позицию на лицевой линии, на боковой или ведомой, и не фиксирует фолл или нарушение, имея возможность не занимает ее и не фиксирует фолл или нарушение в своей первичной зоне. То есть, я занял позицию или я не бегу, не занимаю позицию, а партнер фиксирует, но не в своей первичной зоне. Пример. Максим Дзюйсков ведущий, Леша ведомый и я центральный. Игровая ситуация происходит под кольцом у Дзюйскова, а я центральный. И Дзюйсков, занимая позицию хорошую, не принимает решение на фолл, а там действительно неправильный контакт. Я улучшаю. Для меня это не вторичная зона. У меня первичная здесь, что-то вверху, а у него первичная и вторичная у Алексея. И я даю свисток на неспортивный фолл, который действительно произошел. Я вижу, что кто-то отмахнулся. А Дзюйсков ничего не сделал. Вот он получает за это ошибку реальную, потому что он стоит и не фиксирует. А для меня это хорошая помощь игре, как это было раньше. Иногда бывает старший орбитер принимает решение. Но это не с пробежкой, не с заступом на линии, а с такими решениями. Ну, грубо говоря, толчок на подборе. Максим стоит и смотрит в другую зону за мячом. А должен стоять на подбор. И в его зоне игрок команды защиты выталкивает в спину. И судья с центрального принимает решение, потому что команда теряет мяч, игрок падает на площадку. И вот за это этому судье дается другая категория плюс. То есть мне за это плюсовое решение. То есть я, как орбитер, принял правильное решение для игры. Хорошо. К этому же вопросу. Да. Вопросы. Что вы поставили этому гудаку, который свистнул? Минус. Переход вот у нас на отмотрах. Ага. Помнишь? Сама вы это... А, да, да. Значит, первое. Я сейчас скажу. Да, да. Скажу две вещи. Две вещи. Скажу, например, как, допустим, Дмитрий Борисович. И скажу, как вы, комиссар и судья. Как руководитель лиги или директор клуба. ЛИГИ не важно, кто свистнул. Нарушение было? Кто это? Было. Оно было зафиксировано? И ЛИГИ без разницы. Вы, как отвечающий за судейство, собираете круг людей и говорите, вот такая механика и такое нарушение желательно никогда не фиксировать. Вот если бы для меня администрация... Для меня... Вот я разговаривал с людьми, которые в УТБ. Они говорят, тренеры, они не знают, им не нужна глубина механики. Они говорят, заступ был. Правильное решение. Это правильно. Но когда мы учим судей работать в команде, я бы мог согласиться, если бы там был не спортивный фок. То есть игрок получает, кто-то кому-то так засадил, а, допустим, кто-то стоит, смотрит и не принимает решение. Вот это да. Все, что административно, или какие-то заступы, или какие-то непонятные пробежки во вторичной зоне. Каждый судья имеет право на ошибку. Но вот моменты, которые мы говорим с помощью, это те, которые ломают ход игры. Сколько таких моментов может быть в игре? Один. Два. Но в самой сложной игре три, когда судья пропал. Как Вы, Александр Борисович, говорили? Если я тебя два раза не слышу, ты можешь больше уже не судить. Все. Потому что вы старший арбитр. Это ваша игра. Все. Вы принимаете, потому что третий свисток, это уже подымается на вас, все будут кричать. Вот за это мы говорим. Но вот этот момент не то, что я помогаю рядом в своем суде. Я фиксирую, все полностью отсудил, и у меня периодически я вижу, что на подборе игрок пропускает фолк. Или, например, идет какой-то бросковый фолк, и игрок падает. Или не спортивный фолк. Все, что остальное. Пробежка. Какое-то смещение ноги. Заступ залив. Это принимает решение первичное. Кто там стоит. Второй критерий. Вопрос. Еще. Заступ. 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 Это же не философский вопрос. То есть не стоит обсуждать, стоит или нет свистеть заступ на линии. Но если мы видим заступ на линии, это вообще можно пропускать? Ну, я вот, допустим, вижу заступ на линии, в сорока метрах нахожусь. Я вижу, что нога, вот линия, вот нога. Не то, что сомнений, где-то близко. Ступня залит. Я вижу, что мой партнер не свистит и нет. То есть это не вопрос обсуждения, как он это интерпретирует. Эта нога находится залит. У нас сейчас был момент, я не знаю, мы его вырежем или нет. За боковой линией стоит судья. Линия боковая, он стоит за ней в ауте. Эта площадка, эта линия вот здесь. Мяч попадает в него. Он двумя руками, двумя ногами стоит за линией. Два партнера четко видят, там слепой человек просто, что находится. Но они, пользуясь вот этой теорией, они говорят, ну это же там и не спортивный. Да, и никому лицо не разбить. А последние две минуты и шесть очков разницы. Я потом смотрю это видео. Двумя ногами за линией стоит. Мяч попадает в него. Две команды остановились. Три судей стоят. Забили два очка. Значит, давайте вот так. Первое. Петр Ильич, первое, что мы должны говорить, что если игрок стоит на линии, это нарушение. Это прописано, это аксиома. То есть мы не можем интерпретировать, пропускать эту игру, это нарушение или нет. Это нарушение. Теперь мы говорим про командную работу и здравый смысл. Если это по ходу игры. Здравый смысл – это статья правил. Здравый смысл – это смысл, что игрок имеет право. Игрок, как судья, судья имеет право на ошибку. Но здравый смысл не подразумевает, что решение, которое влияет на исход игры. Вот если решение влияет на исход игры, нет слова «механики». И мы принимаем решение, которое должно быть. В ситуации, если это ход игры, мы не останавливаем на третьей минуте, пятнадцатой секунде первой четверти, когда, допустим, тайм-аут и судьи на полсекунды не остановили время. Здравый смысл – еще игра не идет. Но если мы видим, что такая ситуация происходит за 1,6 и время останавливается на 1,1 или 0,8, то мы идем смотреть и восстанавливаем на 1,6. Здравый смысл – что мы должны дать командам честную борьбу закончить поединок. Теперь, когда заступ за линию. Судья имеет право на ошибку. Если идет игра, и мы видим, что это его игровой эпизод в начале игры, мы можем как-то какие-то вещи не корректировать и не принимать. Он принял решение, он считает, что так, мы должны ему это подсказать в тайм-ауте. Но если в конце игры, как вы говорите, четвертая четверть, какие-то вещи, тут нет механика. Если я вижу, что это 300% персональная ответственность за конечный результат. На первой минуте никто не будет говорить. Мы говорим здесь, уважаемые коллеги, для, грубо говоря, не тренеров, а комиссаров и судей. Здравый смысл – это что значит? Что если на какой-то момент, я заступил за линию на первой минуте первой четверти, и оттуда придет свисток. Да, окей, это было. Есть вероятность, что вы потеряете меня как судью на минуту или на две. А в последней минуте игры, что говорит Александр Борисович, ему не важно, что. Важно, что для игры правильно. Если есть вот это последнее, он должен принимать решение. А то, что было, например, на лиге ВТБ, мы это говорим высокотехнически образованному кругу людей. То есть те, которые имеют право судить. И мы сказали, что вот это нарушение, вероятность, что его должен фиксировать тот, кто стоит здесь, вот с этим аутом. А если там, как вы говорите, игрок стоит и падает мяч, и судьи видят, то, конечно, должен быть свисток. Первое, что судьи должны подойти, объяснить партнеру, который стоял здесь, кто должен принимать финальное решение. Кто стоит здесь. И тогда вы сохраните лицо у своей команды и у этого судьи. То есть здравый смысл говорит, что мы не должны ломать игру. Я вам рассказал, почему, допустим, лига говорит. Допустим, на семинаре был вопрос с пробежками, которые не дают преимущества. То есть я вот так немножечко шучу, двигаю ногу и, допустим, пробежка. И потом забиваю мяч. И много судей. Кто-то спорит, молодые не понимают. В итоге топовые судьи говорят, ребята, незначительное освещение, и то, что есть ФИБА, и то, что есть Евролигия и ВТБ, не фиксируйте. Встают комиссары, такие уже уважаемые, и встает спортивный директор лиги. Он говорит, вы знаете, когда пишут рапорты на вас, на суде, с целью оценить моменты и прокомментировать, и показывают, вырезая из контекста вот этот момент с движением ноги, нам тяжело объяснить здравый смысл и целостность игры. То есть мы видим, что игрок смещает ногу, и для нас мы понимаем, о чем говорим. Мы пришли к вам на семинар, мы говорим, окей, вы решаете, но самое важное, что должно быть постоянство, не может во время игры быть пять таких вот движений, три судья фиксирует пробежка, надувает щуки, а два пропускает, потому что целостность игры. Вот это самое важное, постоянство. И вот с этими моментами, то, что с аутом, то, что было там с Калевом игра, и то, что было в ауте, когда два, это, ну, как бы, ну, плохой случай. То есть это вот нужно искоренять. И, конечно же, по мне, вот мы собираемся, группа, то есть мы должны понимать, что вот этот аут, заступ технический, он должен быть как можно, ну, я его понимаю, но я тяжело принять. Я думаю, что каждый из вас, и судьи потом после игры, они решили, что он, он воспринял, он согласился, согласился, но на уровне сознания, не подсознания. Потому что ему, партнер, он перед ним стал раздаваться, извиняюсь. Я знаю, да, я знаю, да. Его поддержало два человека. Я понимаю, допустим, как руководителя лиги, окей, но как человек, который готовит судей и комиссаров, это абсолютно, ну, это аут из какой-то работы. То есть, а для нас очень важно, то есть есть другая работа, за что он должен отвечать. Хорошо. Второй критерий. Игрок, судья занимает правильную позицию, но по какой-то причине не может видеть момент с полом или с нарушением пробежки, так как бы, в своей первичной зоне. А у партнера, в его вторичной зоне, с хорошим углом обзора, он момент фиксирует. То есть, например, у Максима Дюскова игрок получает мяч, разворачивается ко мне вот так, я вижу здесь отсюда, и производит бросок. И Максим первичный не видит, а я фиксирую этот фолк. Это хорошая команда. Я с трехочковой линии фиксирую фолк под кольцом, потому что там действительно был удар по руке. Максим просто закрыт и не стал гадать. Вот это правильный свисток и, соответственно, правильное решение. Никому не ставится минус, там, соответственно, ну, и пишется хорошая работа. И плюс, мы плюсы не плюсуем, просто единственное, что мы плюсуем вот эту свисток, которая спасает игру. То, что мы говорили, принять спортивный фолк, там пропущенный. Третий критерий. В абсолютной зоне ответственности, грубо говоря, на трехочковой линии, я дриблер. У меня есть Володя Филиппов и Максим. Я веду мяч. Владимир Геннадьевич у нас ведомый. Максим центральный. И два судьи видят, что происходит. И происходит фолк по руке. И у одного ведомого четкий обзор, и у второго. За это кто получает ошибку? Двое судей. Они должны принимать решение. Или другая ситуация. Вы смотрите, что время не идет. Или секунды не идут, а игра идет. Кто в стороной механике отвечает за время? Ведомый и центральный. Двое судей получают минус. Потому что они не контролируют этот протестовый момент. То есть оба судьи получают этот минус. Теперь, если нарушение или фолк не фиксируется ни одним из арбитров, которые занимают правильные позиции, то ответственность лежит за тем судьей, у кого это происходит в ситуации. Например, я нахожусь под кольцом, и по какой-то причине закрыт или открыт, и не фиксирую фолк. Он виден также судье ведомому. Ведущий не фиксирует, и ведомый не помогает. То мы, кто первичная зона, например, это Максима, ставим ему ошибку, а тот, кто не помогает, пишем ему вопрос взаимодействия, почему ты не был готов этот момент помочь. Это не ошибка, но вопрос. Ты видел, что там ситуация пропуска фола? Да, механика. Ведущему судье пишем ошибку техническую, а ведомому просто рекомендацию. Механика или взаимодействие. Ты должен работать и быть готов помочь с пропуском. Понимаете, как? Вот это философия молодых судей. Это не мое, и я не фиксирую. То есть если есть фолк очевидный, его может фиксировать любой судья, самая главная пауза. То есть Максим удар, свисток. Для меня у Максима фолк. Максим молчит. Я даю свисток с маленькой паузой, потому что мы должны дать доработать, кто находится в первичной зоне. Пятый критерий. Если судьи в одном игровом моменте, очень часто встречаются, пропускают пробежку или фолк. Или, например, вот у меня было в игре. Игрок совершает пробежку, а потом дается фолк, которого не было. То есть в одном эпизоде, пробежка или фолк. Некоторые молодые комиссары, дотошные, начинают писать две ошибки. Не нужно загружать судей лишними. Вот есть пробежка, потом фолк. Напишите одно. Или пробежку или фолк. Пропуск. Фола не было. Ошибочный свисток. Или первое, что было, пропуск пробежки, который не был зафиксирован. Только один минус категории А. Вот этот технический. То есть ошибка категории, которая повлекла. Но не две. Логика есть здесь? Дмитрий Борисович. Не было бы пробежки. А, В, С. Не, я сейчас покажу. Там сейчас пересекутся. Коллеги, я специально открою вам отчет, и вы посмотрите мой отчет, который я пишу. Теперь у нас есть вопрос, что судьи пропускают, например, фейки. Да, фейк, и судья оставляет без внимания. То есть это как бы тоже ставится психология. Или там пропуск технического пола. Тренер выходит, начинает оскорблять судью. Это плохое управление. Это психологическая подготовка. Вот ставится категория Б. Она редко бывает, но вот такое есть. Восьмое. Смотрите, тут важный вопрос. Восьмое. Мы много проговаривали. Интересный момент. Дмитрий Павлович, к вам вопрос. Я выполняю бросок с трехочковой линии на сильной стороне, где стоит ведомый и Александр Борисович ведущий. И вот вы ведомый. На трехочковой. Трехочковой линии каковы судьи? Ведомого? Сто процентов ведомого арбита. И идет фолл. Кто отвечает за этот фолл? Вы. Ну, то есть, вы ведомый. Ведомый. Правильно? И вы принимаете. Александр Борисович с лицевой линии на восемь метров свистеть нет смысла. Далеко. Все окей. С фоллом разобрались. А теперь идет накрытый блокшот чистый. Кто контролирует бросок? Опять ведомый. До приземления. Третий момент. Идет накрытый бросок. И с девяти метров. И мяч касается защитника. И уходит в сторону Яродского на лицевую. А он не видит. Потому что он контролирует ситуацию в трехсекундной зоне. Теперь вопрос. Александр Борисович смотрит и не может понять. Было там касание? Не было касания? Кто за это отвечает? Он наработан. Хорошо. Так вот у нас. Много было моментов. Кому ставить за это минус, если неправильное решение? И ведомый не поможет. Если вот кто отвечает за касание мяча? Ведомый судья. Он же видит. А кто отвечает за аут по фибовской механике? Александр Борисович. И вот здесь получается, что у нас мы прописали, что вот в этой ситуации у ведомого есть касание. И он должен доследить, если есть аут. И помочь ему. Помочь. Допустим, Александр Борисович дает неправильный аут. Раз, свисток. Подхожу и говорю, Александр Борисович, 100% касание 15 белых играет лицо. Свисток, Александр Борисович меняет решение. И если Дмитрий Борисович не останавливает и не идет помогать, это ошибка ведомого арбитра. Вот мы про это говорим. Если по просьбе судьи ему оказана помощь по выделению, то ответственность за нашу помощь несет судья аналогичный. Если не оказана помощь, ведомый отвечает за это. Потому что за бросок, и у нас было много споров. Мы поднимали механику фибовскую, за лицевую линию отвечает ведущий. Ну вот такая ситуация. И, соответственно, девятый критерий. Если какая-то ситуация с видеопоптором, то обязанность, ну судья должен быть с видеопоптором. Плохой видеопоптор. Судья, соответственно, делает эти вещи. И он не может сказать, что это не моя зона. Я вижу, фолты я фиксирую, бросок приземления я контролирую, а мяч, который улетел с контактом, а ведущий стоит, с 8 метров летит мяч, я не понимаю, это был бросок, это была передача, это было касание, это было... То есть я не могу сказать. То есть должна быть четкая коммуникация. И ведомый отвечает здесь за этот момент. Хорошо, давайте мы посмотрим клик. А, а что, делаем угла полно. Теперь я пролистаю, чтобы вы не думали, что это очень тяжело. Поднимаем вверх, но... Выше поднимаем, выше поднимаем. Куда выше или нет? Ниже какая-то. Еще, еще, еще. Стоп, стоп. Смотрите. Давайте. Чуть выше в документарии. Нет, я сейчас что-то сделаю. Смотрите, бейте вот. Смотрите. Оператор таймера для доска. Было много, много ошибок. Оценка 4. Оценка 4. Максимально 5, да? Максимально 5. Мы еще пока не выработали критерии для судей-секретарей. Но они тоже есть. То есть, кто планирует это сделать. Видите категорию? Пошли выше. Выше. Поднимаем дальше, как-то я не знаю. Там, ну ты послушай, там же есть. Все это там. Вот где судейские эти вот? Там где судей? Какие оценки судей? За таблицей секретарей есть запись. Комментарий по работе судей-секретарей. Вот здесь мы должны написать. Хорошо работали, плохо, кто отработал и что мы сделали, чтобы быть нужно. У нас это и есть. Дальше. Теперь, смотрите, здесь у нас ставится оценка. Есть базовая оценка, а есть суммарная оценка 4.8 у нас базовая. А суммарная все, что отнимается механика, психология. Дальше. И вот здесь, смотрите, что мы делаем. Теперь вот то, что мы называем ошибки. Пропущенные полы, пропущенные пробежки. То, что влияет на их, по-сему считается. Цена ошибки 0.2. Смотрим. У нас есть, видите, у старшего судьи 4 ошибки 0.8. У второго 3.0.6. Теперь это категория А. То, что А мы писали. Теперь психология, видите. В игре ничего не было. Игра была там 20 очков разница. И никто ничего, психологии нет. Теперь дальше механика. То есть, судьи работали. Незначительные какие-то были погрешности, которые 1-2, допустим, руки не поднял. Ну там, допустим, при штрафных бросках руки не поднял. Записали. Потом при отдаче мяча включил часы с опозданием. Ну то есть, вот такое. Ну все, мы написали человеку, но не отнимаем. Дальше физическая форма. Поднимайте. Стоп. Физическая форма. Вот здесь, смотрите, мы очень жестко смотрим, особенно на суде, которые претенденты на ФИБА, или те, которые говорят, что они к чему-то стремятся. Если они в плохой физической форме, очевидный избыточный вес, недостаток техники бега, усталость. То есть, и мы это выделяем в отчете комиссара желтым. То есть, человек должен заниматься физическими кондициями. То, что ФИБА делает. Критерий 20% жира у судей мужчин, 25% у женщин. И вот здесь, посмотрите, вот эта категория Е. Это то, что, Александр Ильич, вот эти помощи, которые судья может дать при оценке государств. Пошли дальше. Вот. Стоп. Вот первая четверть. То есть, смотрите, первая четверть. Пропуск вала в процессе броска. Удар по голове. А кто шутит? Или, допустим, пропуск пробежки номерной красный. И, то есть, пойми, 0, 1, 2, 3. В движении. Ну, это сделался. И я делаю видео. Человек может клякать на это. И на YouTube-канале он смотрит свои моменты. На которые я сделал. Мы это делаем только я. Все остальные комиссары просто пишут. И есть время. Это, ну, то есть, ты просто берешь видео и смотришь. Дальше. Пропуск, фиксация пробежки в статике. То есть, ну, я не объясняю. Оторвал правую, левую. Я никого не учу. Пропуск пробежки в статике. Все. Термин ТВ номер один. Дальше ты стараешься это понимать. Стоп. Видите? Вот, видите? Старший судья. Позиции ведомые. Институтная судейская техника. IoT. Необходимо использовать правильную технику одной руки при показе. И не быть закрытым к игре. То есть, судья дает свисток на out. Вот вы, игроки. Разворачивается, показывает out. Или останавливает игру так, показывает. То есть, мы, если вправо, мы останавливаем, показываем так. Влево показываем так. То есть, это просто замечание. Я никому ничего. Молодой судья. Он учится. Он должен знать требования сегодня. Дальше пошли. Четвертая четвертая. Четвертая четвертая. Видите? Ашкин. Ошибочная фиксация пробежки. Нет пробежки. 0,1,2. И ведение. Видео 10. Пропуск. Пола блокировки. Блокинг пал. Пропуск пола в процессе проскал. Аккушутик пал. Все. Дальше поднимай. Вот. И идут легкие заключения по этому. Смотрите, что. Хороший внешний вид. Что плохое? Занимать базовую позицию. Адаптировать игровой эпизод. Судить защиту. И контроль опорной ноги. И вот тут пробежки. Дальше. Дальше. Стоп. Вот. И комментарии о качестве видеозаписи. Время бралось по инфраграммике. Такое-такое. Если был какой-то рапорт, пишем рапорт. Пишем информационную систему загрузка. Если что, посылается Дмитриеву или Астровскому. Учебно-методическую национальную инструкцию. Вот такой отчет идет после игры. Такой отчет потом проверяют. И если какие-то есть вопросы, кто-то комиссара проговаривает. Ну, вот такая градация. Так мы работаем. Давай теперь мы перейдем по критериям. Первый. Давайте мы не будем как бы спорить. Я какие-то вещи там, ну, мы посмотрим. Давай. Фол будет на трехочковой линии. Чья же на ответственности. Мы не будем говорить, что фол не фол. Мы говорим, что там был фол. Сейчас на ответственности. Ведомого. Правильно? Фиксирует ведущий. Сейчас мы смотрим. Вот этот проб. Мы говорим, что это пропуск пола. Мы не... Коллеги. Мы не говорим, был там фол или нет. Мы говорим, что там фол был. Знаете, получается, что фол у ведомого. Знаете, где ведущий стоит? Ведущий принимает с паузы фол. Если там фол 100% был, это хорошая помощь судье со стороны ведущего. Мы пишем, что центр и ведомый получают ошибку, потому что в обоюдной зоне. А это мы пишем категорию Е. Да, да, да. Ученко, да. Дальше второй письм. Он, наверное, будет третий. Суфор. Суфор. Да. Позвольте себе секрет. Первый момент, это... Не, не надо ничего включать. Просто, если в это момент, который раздается, пойдет. Да. Какое отношение к этому? Знаете, если в обоюдной зоне... Вот и ровно. Да. Если в обоюдной зоне происходит при бросковом фоле, при бросковом фоле двойной свисток, то есть мы должны оценить вообще судя, кому этот свисток больше идет. У кого открытый обзор. И если происходит, что это дает судья двойной свисток у центрального и ведомого, а ведомый находится на противоположной стороне от стола и двойной свисток, то дают показ по механике Фиповской ведомому арбитру, чтобы не было лишней ротации. Я думаю, что ты спрашиваешь, со стороны оценки Казахстана, он должен на это как-то обращать внимание? Он может написать в механике двойной свисток. Обратите внимание на двойной свисток. Фолл бросковый. То есть получается в чем? Вот я считаю клипы, которые мне покажутся белорусские. Там есть очень много моментов, когда у ведомого судьи под 45 происходит бросок, а ты, Петр Ильич, центральный. Ну не ты, а твои коллеги. Показывают попытку трехочкового броска с позиции центрального. Попытку. То есть центральный судья с другого края начинает смотреть сюда. И у нас, когда 10 игроков, два судьи контролируют попытку броска. Вот это существенная неточность. А здесь мы должны писать double whistle и обратить внимание. То есть открытый угол, например, у меня. Отдать свисток, например, ведомому. Ведомому суде. Поехали дальше. 1-3. Вот она называется 1-3. Ты видишь 1-3? Да. Значит, смотрим, да? Видите разворот? Разворот. Еще раз, если там записи не будет. Игрок будет основичек, когда будет. Игрок разворачиваться будет. Стоп. Видите? Видите? Игрок разворачивает. Сейчас он ответственность ведущего. Ведущего 100% он должен оценивать. Ведомый как бы тоже может посмотреть. Давай дальше. Фолк, кто фиксирует? Центрально. Вот этот фолк. Есть фолк? Есть. Фиксировать нужно. Вот это называется хорошая помощь. И за эту помощь, за эту помощь, за локоть, мы ему ставим категорию А. А теперь, конечно, давайте ведомый судья. Ведомый судья мог вот отсюда помочь? Когда будет локоть. Ну, улучшая позицию. Можно было? Можно было? Все. Вот мы ведомому судье можем сказать или механику, или взаимодействие. То есть он должен тоже иметь обзор. Он на сильной стороне. Не знаю, потому что 27-й закрывает вообще. Нет. Подожди, подожди. Мы же не видим, что происходит. Мы видим, что идет локоть, и это фолк. Пропущенный фолк. Мы видим, когда игрок отваливается, и судья понимает, что нужно принимать решение. Следующий клип. Ну, я не согласен, что трейл должен влезать в эти дела тоже. Нарушение 8 секунд. У нас ведомый и центральный отвечают за 8 секунд. Если мы видим, что сейчас уже 17. Пошли дальше. Видим, что 15, а мяч еще не перешел. Дальше. Судья ведущий. Если мы 15, ну, можно сказать, 14, если будет. Ведущий – это нарушение. Команда играет прессингом. Они просто выводят мяч. Если есть реальное нарушение, мы должны принимать решение. Конечно. Минус двум судьям. Обязательно минус двум судьям. Уважаемые коллеги, я слышу какие-то комментарии. Вот те моменты, то, что связаны с локтем. Вот эти моменты, которые могут привести к неспортивному фолу. И если судья работает, и мы говорим, вы можете по клипам найти клип, который подойдет тютелька в тютельку, сложно. Но мы видим, вы комиссары на игре. Вы видите, что с комиссарского кресла, что игрок со всей дури убирает игрока, и игрок падает на встречу, и приходит свисток. Вы можете спросить, я думаю, что такие свистки были у всех интуитивно, или я вижу, что происходит, что локоть идет, и игрок проталкивает, а защитник упал. Я смотрю завершающую стадию атаки. Я понимаю, где будет. Не будет атаки на трех очков. Я должен принимать решение. Если игрок упал, вы считаете, что предыдущий клип должен остаться без свистка? Давай следующий клип. Пол был? Скажите, такой бросковый фол можно пропустить? Я спрашиваю вас, как комиссара. Вот такой фол пропускаете, и вы видите вот это действие. У центрального суди прямая линия. Да, сложно увидеть. Для этого есть персональная ответственность. Вспоминайте, сколько у Яровского таких моментов было в Советском Союзе, или в любом другом государстве. Вот этот фол пропустить можно для игры? Если вы ответите, что нет, и это неправильно, ну тогда что вы будете делать с другими моментами? Здесь не работает ни ведущий, ни ведомый. Ну, что он не делал, да? Не работает. Вот поэтому есть персональная ответственность. И вот за это, вот за этот свисток, центральный плюс категории Е, которая ему плюсуется к его базовой оценке. Дальше, за счет чего он говорит. Пропуск на лавном падении будет вот здесь, да. Вот как бы в теории можно что-то видеть, да, итоговый момент. Пропускает. Чья зона ответственности? Центрального. Центрального. Центрального зона ответственности. Вот он стоит и отвечает. Дальше. И ведущий должен помогать. Ведущему мы ставим плохое взаимодействие с партнером, а за вот этот фол, он должен быть зафиксирован? Сто процентов должен был. Вы напропускаете такие фолы и скажете без свистка, у вас два ваших коллеги не работают. Второй критерик. А, кстати, ну давай Е еще, Е еще, который хороший момент, а кто и нет. Давай вот Е6. Посмотрите, проблема будет под кольцом. На подборе, на подборе. Стоп, стоп. Немножко раньше вернусь. Видите, рука. Стоп, стоп. Видите, игрок в черной форме зажимает руку черного. Чья зона ответственности? Ведущего и ведомого. Дальше пускай. Игрок падает. Такой фол нужно фиксировать. Допустим, человек. Сто процентов фол. И приходит фол с паузой от центрального судья. Все же смотрят наверх. Вот это шикарный свисток, который характеризует понимание игры. Подбор отвечает центральный, ой, ведомый и ведущий. Приходит свисток дальше. Давай второй критерий. Я не пошел. Может быть, не пошел? Нет, нет, не пошел. По порядку? Да. Шикареда. Шикареда. Хорошо. А, хорошо. Так, смотрите, какой момент. Так, давайте сначала. Посмотрите, клип очень сложный. Вот то, что мы говорили вчера. Сначала. Про заслоны. Смотрите. Сейчас, сейчас, сейчас делаешь. Стоп. Чей заслон? Зисков. Заслон центра? А мяч чей? Совершенно верно. Пошли дальше. Стоп. Запускаю потом. Пускай, пускай, пускай. Пускай полностью. Все время. Осторожен заслон. Да? И теперь мы смотрим. Неправильно подпишись. Первый заслон. Петр Борисович, нам не видно ничего. Называется судейство high-level опишений. Дальше, так. Пускай полностью. Кто ничего не слышит. Видите? Неправильно заслон? Неправильно. Возвращаем в начале и будем разбирать, кто за что отвечает. Было что? Да. Нет, этого клипа нет. Нет, этого клипа там нет. Это я добавил. Сейчас, ты скажи комиссарам, что его клипа нет. Сейчас мы начнем запускать клипы, которые есть. Теперь, давайте. Нет, кто запустил клип, который я тебя просил. Здесь коллеги есть. Да, хорошо. Ты скажи, что потом. Надо купить второй, наверное, поменять. Стоп. Через основу. Ведомого. Мяч. Центрального. Пошли дальше. Стоп. Скажите, а ведущий у нас что делает в этом моменте? Где он должен быть? Висков. Висков. Нет, слово ближе, это может быть, знаешь, как называется, где он должен быть? Под кольцом это что, попивная бочка? Как называется это в механике судейства? Не ротация. Клосс даун это называется. Клосс даун от края счета, он должен быть здесь. Что у ведущего судьи есть в контроле? Не одного игрока. Я хочу спросить. Вот сейчас. У него есть эта пара? Он мяч находится в центре, он должен быть здесь. под кольцом, подальше. Дальше. Стоп. Он попытку не сделал. Это не попытка. Денис, ничего не показывает экран. Он сделал попытку прийти туда, где он должен быть секунду назад. Это является ошибкой. Это не попытка. Это ошибка. Дальше. Сейчас пропускай. А теперь смотрим. Сейчас, как вы остановите. Вот это. Еще, еще, еще. Еще, еще. Еще. Стоп. Скажите, пожалуйста, центральный судья мог как-то улучшить позицию или он был на шампуре? Вот это застон ему видно? А игрок с мячом ему видно? Игрок с мячом прямо находится перед ним и прямо за игроком с мячом находится неправильный заслон. Теперь верни с самого начала и мы сейчас подведем чей-то кто за это отвечает. Сейчас будет штоп. Стоп. Отвечает ведомый за постановку заслон. Дальше. Стоп. Назад у нас. Ведущий, наверное. Нет. Теперь мы говорим, механики судейства. Важно не кто ближе, а у кого открытый обзор. У кого открытый обзор? У ведомого. Не то же, а только у ведомого открытый обзор. Я имею в виду, как и первое. Слышь. Открытый обзор. И молодые судьи, молодые судьи, молодые судьи, молодые судьи начали мне говорить. Или ничего не видно, черный экран. И вопрос заключается в чем? Что вот в этой ситуации высший... Владимир Ильич, я уже звонил им. Работа там. Сказали подождать. Они не могут сделать. Показала. Спасибо, Ген. Для того, чтобы увидеть этот момент. Это называется техника судейства заслон. И вот здесь центральный судья по какой-то причине закрыт, потому что контролирует мяч и вот этого игрока, который будет выходить на нее, а этот игрок только ведомый. Теперь вот то, что Дмитрий Борисович говорит, немножечко опоздал. Он опоздал, опоздал. Он аут-аут из его компетенции. И он должен быть здесь. Он тоже на шампуре. Спину видит. Там просто... Он спину видит. Там, что-то, я не знаю, там загорается щит, боится. Да, да. Ну, самое главное, знаете, что здесь? Что здесь? Некоторые, некоторые судьи говорят, что я в спину. А у меня вопрос. Вы видите, вы имеете мнение о контакте? Вы видите, что контакт, кто-то его начинает? Вы могли помочь здесь с паузой? Вот это самый сложный клип, который мы показали. Давайте. Давайте, пожалуйста, следующее. Следующий клип. Ты скажи, что... Ты видишь, что я не знаю. Уже скажи. Какие-то мужчины. Наверное, присутствуют на семинаре. И не будет никаких мужчин. Скажи, что не хочется. А это была жена и асома? Да, да. Вот это. Так, давай еще раз. Теперь мы смотрим. Мы смотрим. Смотрите. Стоп, стоп. Мяч находится... Петр Ильич, чья зона ответственности? Центр. Теперь стоп. Видите? Ведущий не добегает. Ведущий не добегает. Мяч в передовой зоне. Ведущий должен быть на букве R. Поехали. Дальше. Да-да-да. Да-да-да. Извините. Ведущий. Ведущий. Да-да-да. Стоп. Ведомый центральный поднимается вверх. И на какую-то долю секунды... Верни, когда был контакт. Теряет контроль открытый угол. То есть с этой стороны... Стоп. С этой стороны, где 53 счет 53 не видно. И здесь не видно контакт правой руки от игрока в белой форме. И теперь посмотрите, откуда приходит свисток. Стоп. Давай. Оп. У ведомого судьи... Что? Открытый обзорный эпизод. Правильное решение. И никому минус не ставится. У ведомого судьи это вторичная зона по отношению к центральному. Он имеет право фиксировать. У него есть информация о мяче, и он принимает решение. Давай запусти его. Еще. Да. Ну, в середине начинка. То есть центральному тут минус... Не ставится. Он делал все. Посмотрите. Центральный улучшал позицию. Центральный здесь. Мяч пошел вверх. Она поднялась. Поднялась. На какую-то секунду была закрыта. И ведомый принимает решение. Ведомый принимает решение. Центральный улучшал позицию. Ведомый хорошо. Но решение центрального. Подождите. Я спрашиваю. У центрального судьи... Вот сейчас остановить. Давай дальше. Она правильно смещается? Потому что защитник вот здесь находится. Абсолютно. Мы судим защиту. И вот защитник смещается сюда. Вероятность контакта будет здесь. Но то, что будет на правой руке, ей не видно. Я хочу спросить. Александр Борисович, вы были тренером и судьей комиссаром. Если судья наугад свистит в фолк, которого нет, или, допустим, свистит в фолк, который был, то тренер скажет. Слушай, если ты не видел, окей, я соглашусь. Но когда ничего не было, ты придумываешь. Вот это больше всех два. И вот здесь она не выдумывает того, что она не видит. И она по какой-то причине, занимая хорошую позицию, оценивая. Это можно видеть вот отсюда. Вот отсюда у ведущего. Вот здесь, если был бы здесь ведущий. И видно хорошо ведомому. Коллеги, не тот, кто ближе, а у кого открытый обзор. И вопрос, вы делите зону. Для чего мы делим зону ответственности? Для того, чтобы первично контролировать у себя. А ведомый, смотрите, у ведомого что-то есть. Ни одного игрока нет. И он помогает. Он должен брать активную пару. Да, и это, ну слушайте, если мы с вами сейчас говорим о чем? О судействе высшей лиги чемпионата Беларуси. Вот это нужно понимать, что здесь ведомый должен работать. Давайте следующий клип. Так, это транзит? Да. Транзит. Мы смотрим. Кто отвечает за транзит? Стоп. И кто еще? Не может? За сколько кто? Ведомый. Транзит отвечает центр и ведомый. Потому что есть первая передача и развитие. И центр по какой-то причине не видит. Кто принимает решение? Ведомый. Правильно? А, принял. Ну, окей. Кто-то, получается, принял работу ведомого во вторичную зону. Центр делает все необходимое, чтобы увидеть неправильный контакт. Фиксирует ведомый, да, судья, по-моему, фиксирует? Ведомый, да? Ну, ведомый фиксирует. И смотрите, если ведомый с центром. Центр делает все, но не видит. Ведомый фиксирует. Никому минус не ставится. Правильная работа. Транзит у этого открытый угол обзора. Да, проблема будет вот здесь. Стоп. Знаете, контакт происходит между левым плечом красного игрока и правым плечом защитника. Кто этот контакт видит? Вот здесь контакт. Плечами. Совершенно правильно. Плечами. Кто фиксирует? Центр. Мы говорим, у кого открытый обзор. Знаете, на мече видит ведомый. На мече. А на плечах этот контакт принимается тот судья. И никому тоже ничего не ставится. Вопрос. Фиксировать нужно? Ответ. Да. Да. Хорошо. Третий. Следующий. Таймер для броска. Оп. Видели сбросок? Видите? Раз, три. Кто отвечает? Кто отвечает? Центр и ведомый. И ведомый. Центр и ведомый отвечают за бросок. За таймер для броска. Минус получает центр и, соответственно, ведомый. Следующий. Тель два. Вот интересный момент. Стоп. Знаете, вот здесь это тоже психология. То, о чем я хочу, чтобы вы могли с вашими коллегами говорить. Судьями. Пять секунд. Ровный счет. Включай. Пропущен фолл и пропущен удар по счету. Заново. И теперь смотрим. Останови, когда будет контакт. Стоп. Хорошая позиция. А куда ему стать? Под кольцо? Можно отстать на шаг. На шаг. Но позиция хорошая. Самое главное, что не под кольцо. Видно? Дальше пошли. Оп. Удар по счету. Кто отвечает? И? И ведомый. И ведомый. Это помеха мячу. Помеха мячу. Мячу. Удар по счету. И потом дальше упал. Фолл. Фолл у нас ведущий. Помеха попадания, помеха мячу. Центральный и ведомый. И вот здесь судьи получили при счете ровном. Стоп. Знаете, где находится ведомый? Далеко. Далеко. Нет механики при последнем решении. Вот сюда, ближе. Центральный стоит на пятках и тоже себя исключил. Сделай шаг в трехочковой линии. То же самое здесь. И получается, смотрите, аут, аут, аут. Все судьи получили по минус баллу за то, что в конце игры не принято никем никакого решения. Судьи получили не 0-2, а это решение, которое было не принято и повлияло на исход игры. Но ничья, пятиминутка была, но пропущен фолл. Так, четвертый критерий. Четвертый критерий. Добивание мяча. Кто принимает решение, кто может помочь. Ну, верни, верни на 2 секунды. Еще, еще, еще. Еще и запусти полностью, чтобы посмотреть. Что это пускай. Смотрим завершающие действия. Игрок в процессе броска и добивания. Контакт с бросающей правой рукой. Видно? Пол. Пол. Первичная зона ответственности. Дмитрий Борисович Ча. Верни на краду пол. Ведом. Ничего подобного. Как? У Д? Ведущего. Ведущего. Фолл. Ведущего. В зоне ответственности у ведущего. Куда он смотрит? Он куда? Он для этого вышел. Он смотрит на контакт. Ему отчетливо видно. Это рука. Второе. Кто второй должен принимать и работать? Нет. Ведомый. У него открытый обзор. Ведь центральный в спину стоит. Вот, видите? Зона ответственности ведущего. Ну почему? Он же наверху получает. Коллеги, вот какая разница наверху? Нет первого, второго этажа, то, что было в 79-м году у Александра Боевича и Вячеслава Анатольевича. Все, что... Для чего? Хорошо. Тогда мы спрашиваем. Максим Жуськов. Позиция базовая у ведущего судьи? Край кольца. Для чего нам нужно край кольца? Что происходит? И не нужно говорить, что ведущий верхний мячик. Ведомый обязан здесь работать. Но ведущий принимает здесь решение. Если не принимается, ошибка ведущего и ведомого ставится взаимодействие или неправильная механика или психология. Ведущий... Слушай, а мы говорим про базовую позицию, а потом ты улучшаешь позицию? Ты можешь делать кросс-степ, ты ему пишешь пропуск пола, и ты... И реально было улучшать. Верни обратно. Ребята, нет ничего. Вы скажите, я родственник. Нереально улучшать. Улучшать можно все. Главное правильное решение. Ну, все, нормально, нормально. Давай дальше, дальше. Сейчас будет бросок. Да. Стоп. Все, ты принимаешь. После броска идет добивание. Ты смотришь. Это твои проблемы. Ты должен работать здесь и оценивать игровой эпизод. Мы перед этим говорили, что центр не может визить, потому что у него проблемы. А он закрыт. Он закрыт. И у него, у него, у него есть, смотрите. Вот здесь работа центра. Вот здесь... Дальше давайте. Стоп. Вот здесь работа центра. Ведущий обязан помогать, если происходит. Про добивание. Да. А добивание... Стоп. А добивание происходит от ведущего. Ведущий, но не ведомость. Ведомый... Ведомость. Зона... Уважаемые коллеги. Зона ответственности. Ведущего. Только ведущего. А ведомый обязан помогать. Он с этим не особо будет. Я так и сказал. Вы возьмите. Проход был от центра. Верните обратно. Я... Может, что-то объясняю неправильно. Верните. Проход был от центра. Стоп. Кто отвечает за этот проход? Центральный судья. Он отвечает за этого защитника. У ведущего... Дальше сделай еще. Стоп. У ведущего есть мнение. Он обязан фиксировать, если есть пол. Но это отвечает ведущий. Центральный. Дальше. Происходит бросок. Стоп. И вот сейчас работают... Все. Есть и ведомый обязан... И ведомый обязан помогать. Да. Дальше. Давай. А, два следующего. Пятый. Пятый. Первый? Да. Первый. Один фик. Мы смотрим. Это 5-1? Угу. Пропущено несколько полок. Пробежка и несколько полок. Вернее, она... В этом моменте... Смотрите. Сейчас... Давай. Смотрите. Топтался. Сейчас у тебя получит. Пускай. Там будет на подпоре. Смотрите. Здесь... Давай. Да. Пускай. 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 Все. Пускай люди смотрят. Пол. Здесь про пробежка. Там толчки и все. Вот в этом эпизоде у нас есть и пробежки, и фалы. Мы фиксируем одно. То, что было первым. И никому не пишем. Две пробежки. Три фала. Два портсигара. Один момент пишем и все. Один момент. Следующий. 5-2. Нарушение было трех секунд, пятнадцатым номером белых. И пропуск фала. То есть, ну, вначале фон пропустил. Пишется одно. Или фол, там... Или... Что-то одно выбирается. То есть, мы в одном эпизоде, где происходит два нарушения, или фол, выбираем всего лишь одно. И не загромождаем никого. Шестой. Есть у нас шестой? Да. Вот этот момент. Вот смотрите. Сейчас, посмотри. Вот это будет, наверное, у нас как бы... А, вы еще видите? Давай. За этот момент судьи получили очень низкие оценки. Посмотрите. Центральный пришел поздно. Удар локтем. У нас было пропущено два дисквалифицирующих пола. Знаете? Теперь я хочу... Все. Я хочу спросить у кого-то из вас. Вы... Какая-то механика есть вот с этим полом? Никакой мех... Без разницы кто. Вот этот фол не подлежит никакой механике. Концовка игры. Дальше. Вернись сначала. Вернись сначала. И вот мы смотрим. Судья показал... А, дает децентральный. Где центральный? Его нет. Вот это готовность. Дальше пускаем. Вот только он подходит. Он еще не готов к работе. Он только подходит к месту. Дальше пускаем. Сейчас в ответственности. Там, в принципе, зона ответственности и ведомого, и ведомого, и центрального. Правильно? Два судей. После видеоповтора они принимают решение, что это не спортивный пол. После этого были штрафные броски, и после этого был еще локоть в лицо, и человека увезли на скорой. Второго игрока. Это был второй дисквалифицирующий пол, который пропустили и ничего не дали. Здесь дали... Ну, по-моему, я не знаю, значит, как слон в пол. Да. Значит, остановить. Это ничего не надо показывать. Значит, остановить. Что в этой ситуации было? Плохое управление. Судьи профессиональных корзин. Те, которые суют Суперлигу-1. А это дюбл. Молодежное первенство. И по управлению. Во время тайм-аута говорили не о том, чем нужно, а тренер команды Москвы... Вы не согласны с дисквалифицирующим полом? Я не понял, а не спортивный и видео. Видео. И зале не спортивных? Нет. Вот. И, значит, тренер команды Москвы, бывший игрок, сказал «Гасите». Они посмеялись и ничего не приняли дальше. То есть информация не дошла до судей. Просто посмеялись. И вот эти моменты были не готовы к судейству конца игры. Штраф был 200 тысяч рублей. 3000 долларов. Игрока наказали. Дисквалификация. Было большое дисциплинарное заседание. Так. Давай 7-2. То, что поведенческие вещи. Они выпустили игру. Выпустили игру на последний минусик. Потому что они считают, что не топов. Для этого турнира топов. И теперь, когда мы детские турниры опускаем судей с профессиональных корзин, ну, то есть в суперлиги, у нас происходит еще больше проблем, чем суют молодые судьи этих корзин. Расслабленность. Никто не работает. Включай. Тренер, смотрите. Звук можешь сделать? Слушайте. Видели? Ну-ка, верни. Удар по лицу. Это... Верите, ты начинаешь. Убирай. Это дисквалифицирующий фолк тренеру, который мы не можем оставить без внимания. Видно, да? То есть, это должно быть дисквалификация, и судьям пишется как ошибка. То есть, не ошибка, там техническая... Это суперлига 2. Майкопи. Так. 7-3. Не все фейки являются фейками. Понимаете? Оп, принимает священник еще раз верни. И если судья принимает... Давай, пускай, пускай, пускай. Сейчас, там, в конце будет все по торгу. Судья дает фейк, да? Ну, это молодые ребята, они любят вот эти книжки и полны. И теперь мы смотрим, что на самом деле там будет. При фейках есть фейк защитника, фейк нападающего, фолк защитнику, фолк нападающему, и четвертое, потеря баланса. Потеря баланса, это кто-то может поскользнулся, кто-то кому-то наступил на ногу. Пускай дальше, пускай. Там был не контакт, там игрок наступил на ногу, едут просто твой палец. Баланс равновесен. Смотрите. Видите? Все. И вот за это, когда ты наказываешь техническим, это не то, что не свистеть, за это не правят. Это мы пишем ошибку судье. Ошибочно технический пол. Ошибочно технический пол. Так, хорошо. Так. Все окей. Тогда как бы все остальное. Вот такие критерии. Там остальное с видеоповтором, но видеоповтор мы посмотрим в ваших лифтах. Вот эти критерии. То есть, самое главное, что? Что мы не должны чрезмерно наказывать судь. То есть, ну как бы, если этого нет, если произошло 2-3 нарушения в один и тот же момент, мы определяем, что было первым. И второе, что есть первичная зона у каждого. И самое важное, что на вот этих лигах, как я говорил, заслоны, у кого должен быть открытый обзор. Научить это сразу очень тяжело. Но мы должны показывать людям, допустим, судейство заслона. Владимир Геннадьевич, тебе идет игрок с мячом, оставится заслон у меня. Я фиксирую заслон, вы берете мяч. То же самое, у кого-то идет бросок, у кого-то идет подбор. И вот если мы вот такие вещи будем разбирать, как вот здесь, то есть мы вам разобрали все моменты, то, что наши критерии, которые мы используем. Самое главное, чтобы судьи, которых мы оцениваем, они односложно и однозначно понимали, что это нарушение, это фолл, я за него отвечаю. Если комиссар пишет, мне кажется, я бы посмотрел, я сомневаюсь, или вроде бы с моей стороны пробежка. Это не ответ комиссара. Есть решение в серой зоне, то есть видео не может вам дать точной оценки. Отдавайте на откуп судье. Но если вы видите, что пропущена реальная пробежка, есть преимущество, или, допустим, пять пробежек фиксируются, три, игрок подтаскивает ногу, и он не фиксирует, а слегка потёр носком за то, что он сигарету, фиксирует. Но тогда у нас Гончаров, Саша, он говорит, слушай, тебе или три писать, то, что ты фиксировал, что их фиксировать не надо, или две, что ты зафиксировал, что нужно было ещё три зафиксировать. То есть выбирать. И вот в этом строится такой отчёт. Много вопросов у нас хватает, потому что вот с этими рейтингами, с количеством ошибок, но критерии в теории выбраны, я считаю, правильно. И они потихоньку совершенствуются. Задача, чтобы студии понимали механику и, кто молодые ребята, сегодняшнюю технику судейства. Это IoT, это презентация, это внешний вид, это физические кондиции. И то, что мы говорим Александр Борисович, Миштан Анатольевич, это персональная ответственность за принятие решений. В неспортивный фолл нет механики, не может быть пропущен фолл, и мы делим чей-то, чей-то, когда был удар в лицо. Мы потеряли и у нас, и здесь персональную ответственность за решение. Какие есть... анализируют, анализируют, а ты не можешь, тем более у нас с одной камеры или с одной точки комиссарской видеть точку, ты ему даешь анализируют, или обсуждают, вот эти шарапают многие моменты, разные подходы. Что здесь такого? Почему должно быть именно так? Да, мы хотим, чтобы было единое торток, но в баскетбол это не получается? Нет, сто процентов. Баскетбол довольно динамичный. То есть, есть вопросы, которые мы фиксируем, но они даем, как ошибки. Смотрите, вот мы говорим, смотри, Александр Мальчик, вот вы увидели, что там игрок совершил, судья пропустил пробежку, но на камере ее не видно. Или фол пропущен, но на камере я не вижу. Поправо. Я и никто не пишет, у нас не пишут эту ошибку. И тоже ФИБА, и ФИБА так говорит, дайте на откуп судье, но вопрос заключается нашего отчета, что если есть на камере очевидный фол, и ты стоишь и видишь, и говоришь, ну то есть я стою здесь, фол у Ивашкова, но он закрыт, и не фиксирует, а я говорю, это не моя зона, и не фиксирует, вот этот момент, так мы пропускаем эти. Я вот, Нимаш, идиот, то, что ты делал, вот именно должно быть конкретно. Нет, есть и к размышлению. Смотрите, когда мы, только подготовленный человек, комиссар или судья, имеет возможность импровизировать. Вот вы подготовлены, импровизируете, это ваша игра. Что главное для вас? Постоянство, чтобы ваше решение в начале и в конце, баланс, вы берете гитару и играете, но если у вас вот так прыгают и ваши партнеры, то вы что говорите? Ты можешь не свистеть. Я сам все решу. И здесь мы говорим, вам что нужно? Мне нужно, как комиссару, дисциплину. Я прихожу, если судья приходит, непонятно, опаздывает, начинает мне что-то высказываться, не поздоровался, не вритый, что-то начинает говорить, может быть, какой-то запах был или не был. Потом что-то начинает говорить, это не мое. Слушай, подожди, подожди, ты как бы вот войди в игру и покажи, что ты можешь делать. И вот эти критерии, если мы будем как бы дисциплинировать, то мы, по крайней мере, можем видеть, что это ошибки и серая зона, что это значит? Серая зона, это когда вы пропускаете, пропускаете, вы даете фол, вы даете фол, который можно было не давать, но вы его продаете, показываете, или, например, вы пропускаете пробежку, ну и всю игру они пропущены. И смотрит Зуськов, начальник команды, он говорит, игра от Суженов хорошо, дали поиграть, побежали, а приезжаем в какой-то другой город, да, пробежка есть, но что-то свистят, все высвистывают, все пробежки. И вот эти свистки, они допустимы, они как судья контролируют, управляют. Но мы не говорим, я сейчас вот на камеру, что пробежки не нужно фиксировать. Есть пробежка, фиксируем, но главное, подготовься, чтобы критерии были у троих одинаковые, едины, чтобы не выделялся старший судья и не падал младший судья, ну там, третий судья. Вот это главный позыв. И поэтому мы не можем вверху давать на ваше усмотрение. Вот есть рамки, следуйте этим правилам. А потом вы как комиссар отвечаете, вы говорите, ребят, объясни, почему это здесь было. И он говорит, знаете, я не добежал. Окей, ты понимаешь, что твоя проблема, ты не добежал. Почему ты это свистнул в пол? Ты же угадал. Да, я угадал, потому что смотрел, допустим, на нападающего, а этого защитника даже не оценил. Почему ты пропустил неспортивный, почему ты не пошел, не подсказал своему партнеру, что это неспортивный пол? А это не моя зона. Слушай, не бывает зоны неспортивный пол? Вот когда мы вот к этому придем, тогда, по крайней мере, мы можем вернуться в то качество, которое было у вас. Персональная ответственность за результат. Тогда будет меньше, меньше вот этих всяких апелляций и возгласов. Тогда будет единая трактовка. А единая трактовка только от дисциплины. Прописано, и вы уже, как комиссар, можете интерпретировать в своем ключе. Ребята, мы смотрим так, мы смотрим так, интерпретация ваша. Я могу сказать, на большую аудиторию никогда неспортивные полы не интерпретируют. Они как прописаны жестко. Но я в своей игре у меня сколько есть выбора, дать неспортивный пол или дать жесткий пол и его предупредить. Сказать, что в следующий раз я точно тебя удалю. Но это моя игра. Пускай мне напишут все, что это моя индивидуальность. Я соглашусь с ошибками. Но в моей этой игре мне считается, что вот этот фол должен быть такой. Или там с техническим полом. Мы пропускаем фолы или даем фол, которого не было. И кто-то называется репсилиан брейн. Мозги животных. Инстинкт животных. Он такой, фа! И судья молодой, который все знает, дает технический. А Ярмурский подходит. Слушай, я тебе в последний раз сказал. Он такой, а, все, и сел. И решение вопроса технически не проходит. Технически это взрыв до конца игры. А это он сел и он сидит до конца игры. Комлев Анатолий Владимирович, там все эти, вот эти люди, которые были импульсивные, они сидели. Тониев, который бегал там с заводцем. Коток, который там все кричал. Сельф, все, он сел. Он понял, что в следующий раз это будет технический видеоспал. Рыбаков. Рыбаков, да. Со скамейки с воликом. То есть, ну вот этот момент. И вот для этого должны быть четкое правило, которое вы выдвигаете сами. А эти критерии, которые мы прописали, они несовершенны. Но они, по крайней мере, прописаны. И мы их проговариваем, подтверждая, идем кликами. Вопросы есть там, коллеги? Вопросов. Катя не поступала. Если у кого-то есть сейчас вопросы, можете задать их голосовом. Вас все слушают. Есть вопрос по АРС. Я думаю, мы еще будем смотреть с нашего чемпионата, да, видеоповторы. Да, будут с нашего чемпионата видеосматривать. Ну, тогда потом тогда лучше его задать. Окей. Вопросы. Хорошо. В любом случае, вы можете писать в чат, в чат не... Федор, вопрос такой. Если слышно, это хорошо. У нас по регламенту утверждается система видеоповтора за 45 минут. Да. я так понимаю, что нам надо как-то связаться со Спорт ТВ и проработать с людьми, которые снимают игры, какую-то часть, потому что они приходят за 15 минут до игры, и можно ли за это время еще утвердить оборудование? Это момент внутреннего вашего регламента. Тут, знаете, как вы просто... Бывает у нас такая тоже ситуация. Мы приходим за час, а смотрим видеоповтор вообще, ну, погас. Камер нет. Или камера есть, оператора нет. Просто в ручном режиме комиссар говорит, у вас есть за 20 минут, если не будет ничего готово, я открываю регламент, регламент и лист штрафных санкций, и спокойно вписываю вам. А там... У нас сейчас клуб не отвечает за это. За это отвечает только Спорт ТВ. Ну, я говорю... Спорт ТВ вопрос, это Дмитрий его вопрос. Это вопрос, вы вопрос этот можете решить при составлении регламента на следующий год. И можно... У нас каждый год, ну, такие моменты, как у вас, Володя, мы... Хлопиков пишет всем судьям. Я сейчас не могу писать, но он все по регламенту отвечает Спорт ТВ. Ты вот возьми и вечером проанализируй, что ты сказал и как ты с комитаром работаешь. Хорошо, есть еще вопросы? Нет, в чате больше нет. Хорошо, давайте тогда... Спорт ТВ. Давайте мы сейчас тогда белорусские клипы возьмем. Они на флешке. На флешке? хорошо. А ты... Да, не заставай. А ты доставай. Хорошо, хорошо. 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 Пока готовится клип, можно еще один вопрос, но не вопрос, просто видение свое. Слышите меня? Дело в том, что у нас очень много спортивных залов, где видеокамера поставлена практически в одной линии с полом. И если так рассуждать, как вы говорили, что если на видео не видно, значит, мы не говорим ничего, не обращаем внимания, то у нас половина спортивных залов, там тяжело вообще что-то тогда говорить, когда воочию этот фол очевиден, а на видео он не очевиден. И тогда мы достаточно много этих фолов просто не будем указывать, которые на самом деле были. В этом проблема, это как бы не вопрос, просто рассуждение такое. Поэтому здесь можно в каких-то спортивных залах достаточно мало чего определять из ошибок арбитров. Потому что не видно, не видно, ты не имеешь тогда права что-то комментировать. На самом деле там было. Генрих, смотрите, коллеги, комиссар имеет право своей юрисдикции делать то, что он считает нужным. Вы поэтому комиссар лицензированный федерацией и одобренный исполкомом, каким-то бюро или судейским комитетом. Поэтому вы можете писать все, что есть. Если вы считаете, что это было, должно быть, когда я посчитал пару отчетов комиссаров, что мне кажется пробежка, но можно не свистеть. Вот это непонятно. Для меня это просто какой-то бред, как можно научить судью. Вопрос такой, что если я видел, что пропущен неспортивный пол, но на камере это слабо видно, и вы компетентны это говорить, это видно по самой игре, вы спокойно принимаете решение и прописываете это в отчете, пропущен неспортивный пол. На камере можно писать, не видно. Но если, грубо говоря, у вас есть проблема с аутом или какой-то заступ на штрафных бросках с усов, с линии подбора, и какие-то у нас комиссары, или спорный мяч, кто-то коснулся линии при розыгрыше спорного мяча. Но вот эти ошибки вообще никуда не влияют. Есть судья, он принимает. Я с этим согласен. Я больше говорю о обычных фоллах из-под кольца, к примеру, которые в толчье игроков, которые находятся в трехсекундной зоне, допустим, шесть человек игроков. И там то ли есть этот фолл, то ли нет. В игре, когда ты присутствуешь, тебе более видно. То есть там был фолл. На видео 100% ты не можешь доказать, что это был фолл. Я думаю, что комиссары компетентны, белорусские, сказать, игра, первое фибовское правило, которое было всегда. Игра состоялась, то есть судьи справились с игрой или судьи с игрой не справились, как и было везде. Потом мы смотрим по всему, что было у вас, и вы четко принимаете решение. Я думаю, что это определяется и по видео, и по вашему отчету, который пишете в руках. Спасибо. Давайте теперь мы возьмем клипы, которые... Игрок в белой форме овладевает мячом и переходит в столовую зону. То есть игрок в белой форме уже овладел мячом в передовой зоне. Верни обратно. Вот здесь. Клипы не очень такие информативные, честно. Вот здесь видно, что игрок овладел мячом, находясь в передовой зоне. В передовой зоне. И потом уже находясь в передовой две ноги и мяч. И касается половой зоны. Скажи, что новое в этом подбрасывании восходящий мяч? Да. Потом они когда-нибудь... Нет. В этом хребе ошибка секунды уже 300. 5 секунд играется, а время стоит. Ну, это же не по хребетам. Нет. Смотрите. Вот у нас синхронность вот этого... Ну, у нас вообще вот эта импографика плохо работает. У нас тоже. У нас нет. Ну, а что это самое? Ты мне скажи вот по восходящему мячу при спорном. Вот это вот сбрасывание... Ну, то, что вот я вижу. И моей ролики, и на... Изменилось что-то же? Смотрите. Есть индивидуальная судьба. Сейчас, сейчас. Я скажу, есть. Немножко есть. Я вижу, я вижу. Смотрите. Ну, первое, что по-большому, фундаментально ничего не изменилось. Есть вопрос, что судья должен уметь подбрасывать спорный мяч. Теперь есть два момента. Есть момент, когда я подбрасываю снизу, и Фиба пишет, тогда полет мяча будет больше. Есть момент, когда я подбрасываю немножечко повыше. Вот то, что руками нигде Фиба не писала, что нужна техника подбраса такая или вот такая. И все, и все. Только сказано, что если я подбрасываю низко, то вопрос заключается, что у меня траектория полета мяча или длина полета мяча, или там будет больше. На полметра и на метр. И то, что нужно максимально его тренировать вертикально вверх. Никаких... Ничего, никаких... Вот только рекомендации. Вот все эти американские штучки, все эти вещи, которые лучший судья, даже молодой, который может подбросить, это не Фиба. Евролига и НВА может выбрать. Вы там старший арбитр, но у вас и Вашков третий. И Вашков, он лучший не пополам, а поэтому он подбрасывает. В чем вопрос? Очень много восходящих мячей. Никакой реакции. Мы не готовы, не готовы судить начало игры, как и технику подбрасываем. Сегодня будет в зале, где будут молодые ребята. У нас целый час будет отработка стандартных положений. В браслении мяча из аута, штрафные подачи мяча, розыгрыш спорного мяча. Вот эти вещи, которые судьи должны уметь делать. И даже самые лучшие топовые Ваши арбитры имеют вопросы. Во-первых, какие проблемы? Неровный подброс, раз. Невысокий подброс, два. Потом неправильно выбирают позиции, кто берет ведом и кто ведущим. Не контролируют игровые часы и таймерный бросок. Следующий. Я тут считаю, что одни из ключевых особенностей, которые никогда вообще не волнует. Я считал, что это изменение не так. Вот смотрите, да. Вот этот момент. То есть по мне, по мне. Здесь какой вопрос? Что это такое может быть? Я вижу, что человек специально кидает мячницу. Или какой будет? В аут. Он в аут кидал мяч? В аут. Нет, он хотел, чтобы от него касание было. Нет, вопрос на какое-то решение. Потому что, на мой взгляд, это спан. Да, да. Ну это, по мне, по мне. Аут. Какой аут? Объясняй. Как это может быть? Подожди, ну-ка, включи. Ты включи нормальную скорость. Что ты там замедленно делаешь? Человек просто берет и со всей дури кидает мячницу. Это не спортивный пол. Стоп, стоп. Что такое не спортивный пол? Это контактный пол. Здесь контакта нет. Технический пол за это? Если вы хотите по правилам, я могу согласиться с то, что вырвать из контекста. Вот конкретно за клип, то, что вы мне показали. Это дисквалифицирующий пол. Мне не надо там знать, что он хотел мяч в аут или не в аут. Если будет смотреться вся игра, я могу с чем-то другим согласиться. Вы показываете мне клип. Игрок берет и со всей дури в лицо кидает мяч в лицо. Не спортивный пол, это контактный. Технический пол за что? Это баскетбол. Игрок берет, кидает мяч в лицо. То есть по клипу, тот, который вы представили, это дисквалифицирующий пол. Дальше. Я отвечаю по клипу. Я не знаю, какая это эмиграция. Может прям легейт. Да, следующий клип. И клипы, коллеги, когда вы даете клип, они уже их подписали. Я не помню. Вот с этой камерой что-то можно увидеть? Нет, есть, есть. Другая камера. Вот этот клип с другой камерой. Дальше. Вот эта камера будет. Нет, она будет с этой камерой. Понимаете? Да, да. Игрок, контакт куда происходит? Бок. 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 Как это называется ЛГП – правильная защитная позиция? Правильная защитная позиция. Дальше, первое. Две ноги на полу. Бок. Бок. Вы ответили, если… Лицом встречать. Бок. Контакт, грудь, торс. Игрок должен пройти сквозь. Игрок должен иметь расстояние. Никакого расстояния. А, с мячом нет, извиняюсь. Игрок-защитник должен быть в первой месте контакта, находиться в правильной защитной позиции LGP. Третий критерий. Контакт в торсе или грудь. И четвертая. Примея фейка и флопа, намерение нападающего пройти сквозь точка А, точка Б. Здесь у нас контакт происходит плечом. Неправильно. Неправильно. Изначально правильная позиция. Две ноги на полу без контакта перед игроком с мячом. С этой позиции я имею право двигаться назад или в сторону. В момент передвижения одна или две ноги могут быть оторваны от пола. Контакт происходит в грудь. Намерение нападающего пройти. Изначально две ноги на полу перед. Вот я занял позицию без контакта. А если я отрываю и отхожу, я имею право. Это не НБА. Я могу двигаться назад или в сторону. При постановке заснула было у нас такое. Мы вчера все объясняли, как он нападет. Но две ноги на полу. В момент контакта может быть оторвана одна нога. Но если я до этого стоял, я перемещаюсь, занял позицию без контакта. Игрок смещается, я смещаюсь, и контакт происходит в грудь. Это будет фолл нападение. Ну вот я думаю, что это будет очевидно, потому что вырезается назад. Или в сторону. В сторону. Вырезается фраза. Фраза пишется и написано. Две ноги обязаны быть на полу. И это в любой спорте. Да, да, да. Чтобы поднять контакта, нога была оторвана. Он говорит, вот написано. Две ноги на полу, нога оторвана. Значит, это... Ну, вот, значит, вот эти... Ну, вот я бы вот то, что сказал. Хорошо, давайте следующую. Да, хорошо. Ну, что это такое? Три четверти, РФ-2, ну, и вот как можно о чем-то говорить? Отмашка там какая-то была. Ну, верни. Отмашка вот здесь. Ну, вот так и дай. Ну, так что выбрать? Вот это отмашка, что отмашка? Нет, давай, давай. Тихо. Знаете, первое, что? Кто делает неправильный контакт, занимая позицию в защите? Защитник. Руки выходят. Акт действия и реакция на действия. Для судьи рекомендация, кревитивное судейство. Вот, если это вот действие атакует, то первый виноват защитник. Если вы хотите, чтобы мы... Ну, верни обратно. Первое, что мы делаем, то защитник играет руками. Последственное касание. Вот раз, два, три. То есть игрок, защитник касается. И потом нападающий сбивает. Вот если мы превентивно не заставим играть, вот это называется управление игровым моментом. Конечно, вот это все тоже показушное. Но мы должны знать, что движение рукой, последовательное касание приводит к чему? К неправильному контакту со стороны нападающих. Следующий пик. Хорошо. В таком моменте он может давать защитнику? Ну, вот сейчас то, что мы видим, конечно, нужно давать защитнику вначале. И мы видим по клипу факт. Защитник играет неправильно руками. Какая рекомендация? Судим. Превентивное судейство. Если они превентивно не судят, то поэтому... Ну, вот за это... Это уже следствие. Или можно обоюдный фолл. Можно договориться до любых моментов. А вот у вас есть... Абсолютно. Руки! Все. А руки ты так будешь говорить в маске. Руки... Человек просто убирает руки. Не убирает, тогда получается вот эти вещи. И получается, ты не можешь собрать. Или тебе это фиксирует? Если я говорю руки, и он убирает, я говорю то. Но руки нужно говорить так, чтобы человек это услышал. О, правильно. Да, да, да. Да. Вот так он должен... Он должен так... Это шок. Понимаешь? Смысл твоей руки? Что такое руки? Оно никогда не уберет он руки. Ну, зачем мне здесь рак будет, так это надо рак сам. Ты должен показать. Нет, ты должен показать. Потому что тебя этими руками будут по крышке бить. Поверя, давай. Дальше. Ну, что, пропущен. Спорный мяч пропущен. Два игрока схватились за мяч, а потом приземлились. Ну, что там? Игрок от центрального идет к ведомому. Он теряет владение. Что? Мы есть, смотреть по кадрам. Не держим. Дайте мне, ну... Ну, вы прислали мне такие клипы. Дюшков, здесь я не понял. Пол. Дюшков, есть пол? Ну, конечно, есть. Игрок должен, который выжигал, должен иметь возможность приземлиться на сожеме. Когда игрок выпрыгнул, он должен, в ту точку, куда он должен приземлиться, не может быть. Нет. Ну, не полно. Игрок во время... Ну-ка, сделай во время прыжка. Стоп! Еще немножко. Когда он будет в воздухе. Стоп! Во время броска игрок, который находится в воздухе, он имеет право не только приземлиться, где он находился. А на все свободное, как территорию, которая находится перед ним. Вот это важно. И есть... Нет. Вы сказали, что он откуда, откуда он выпрыгнул. А эта территория, которая перед ним и пустая, вот это протект шутера. Когда из защитники подходят и говорят, я ничего не делал. Ты совершил фолк, потому что во время... Но ты отвечаешь неправильно вначале. Ты говоришь, что он имеет право приземлиться, откуда он выпрыгнул. А я имею право приземлиться, чтобы было свободно. Я сказал, что бросаешь игрок, будет приземлиться. Ты можешь, куда он приземлиться, защитник может зайти. Я вот так сказал. Я вот так сказал. Что-то очень сложно. Изман здесь есть, Витянович? Вот там. Следующий клип. Это важный момент, что территория, которая свободна. Ну, вот смотрите. Транзит. За транзит кто отвечает? Кто? Транзит идет. Ведомый и центральный. Мяч находится в центральной машине. Игрок ловит мяч, и они даже не контролируют. И приходит свисток на пробежь. Есть там? Возьми там замер. А быстро сделайте. Она даже не сломила мет. Не сломила мет. Еще раз сделать? Нет. Смотрим. Слушай. Стоп. Уже был первый момент, да? Нет. я делаю англичка я делаю покажу англичка делать лавиатуру пропущен 1 ответственный ведомый судья 1 дальше 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 да был контактный еще вот смотрим что делать защитно стоит искать больше не больше мы к чему говорим у кого открытый обзор на эпизод только начинает он он там начинается но все действие история контакта и от завершения сеть должен принимать вот и он принимает находясь в половой смотрим пол в процессе броска пол есть это передача что похоже на передачу это передача вопрос два шага четких делаю игрок делает по шагу а потом если после пола игрок на втором шаге делать передачу ну вот повезут и не уверен что она дала передачу может быть я я вижу что как на что такое процесс броска все тут просто для меня стоит перед ней центровая тринадцатый номер она видит что через нее не брошу поэтому отдает передачу никакой формат для меня это передать для меня это передать первое условие первое условие какая команда возвращая обратно вот это очень важно с такими моментами не молча занимая позицию без контакта и идиотирует то есть занимая правильно вот эти моменты когда идет столкновение мы должны оценить дальше то цилиндр нападающего защитник защитник идет да пропускала и пробежка пропускала вот мы если берем по факту смотрим вот клик просто взяли вырезали и поздно вот это является не не баскетбольный вырезанная из контекста это пол пропущен не спортивный дальше правая нога левая один правая два левая три ответственная судья и ведущий и может помогать центральный на вот мы вырезались контакт то есть я не говорю как вы принимаете это неспортивный фон но здесь если я вижу по здесь происходит контакт и судья дает ну не дает ничего значит он видел что-то контакт который на этой камере не видно захватил руку или нет то есть это как бы третий критерий там нет попытки сыграть мяч который здесь первый и мы даем играть без свистка но есть листок на этот вот на этот остановку то это должен быть не спортивный пункт если мы останавливаем игру нет нет то есть я допустим с философии альсандр борисович молодец вот когда мы посмотрели хорошо что он пропустил я допускаю что нормально что это допустимое решение судья видел контролирует я могу не спросить ты видел этот момент а и второе чтобы я спросил если ты бы остановил бы игру чтобы этот принял срыв транзита и вот этот фол ненужный скорее все это не спортивный фолк если так не судья отвечает я говорю слушаю ты нормальный судья то ты понимаешь игру дальше ну вот здесь начали контакт да давайте возвращать вот если мы берем контекст по игре защитница влетает в игрока нападающий идёт имеют право но защитница идет вперёд позиция центра и то вот это контролирует сейчас вот этот план игроков центр стоит да да понятно на что верни обратно да выбрасывание мяча Но центральный должен подниматься Он должен быть готов Потому что игра переходит на его сторону Он должен подняться От базы Рабочая зона центрального судья От верха штрафного полукруга До низа штрафного полукруга Он должен находиться здесь В этой ситуации То что находится на левой руке У защитника контролирует ведомость Но ведомый судья То что происходит с той стороны Должен помогать центрально Здесь угол открыт Ведомый видит А эту пару кто контролирует Не нужно сюда заострять Только одного центрального За что ведомый еще контролирует То есть ведомый должен здесь брать Это не его зона через гость Но у него открытый обзор А кто за эту пару отвечает А кто за эту пару отвечает Вы же тоже должны распределять внимание То есть я понимаю Что в этом моменте Ведомый Он должен за многие вещи отвечать И помогать Ведомый имеет мнение на многие эпизоды Он стоит сверху Сверху видно больше Да, абсолютно Он не принимает решения Но он смотрит Как принимаются решения И если нужно Помогает Дальше Вот интересный момент Возвращаемся Тут Стоп IoT Первое требование IoT Дистанция И статик Хорошо Мяч выбросили Когда должен Ведомый судья Заходить в площадку Максим Он когда Он должен движеть Нет Считайте правило Когда мяч находится В этой линии штрафного броска Дальше пошли Стоп Теперь у меня вопрос Кто отвечает за эту пару Он за эту пару Не центральный Ведомый должен быть здесь Это еще Это у него Он должен быть После линии подбора Центральный Опязан сюда сместиться Но за эту пару Отвечает Ведомый арбитр В большей степени Он последний Он последний на мяче Его последняя пара Центрального сюда Прикреплять не надо Центральный помогает У него здесь пара Передача пошла А мы Ведомого не видим Ведомый вышел Выше линии мяча Ведомый стоит Это вот здесь Вот тут А он должен быть Вот здесь Потому что все Что произойдет Вот здесь Первично будет для него Это не как В книге расписана Передовая зона Зона ответственности В целовой зоне Привойной мяча Кто на мяче Всегда ведомый Он 3-5 метров до мяча Дистанция статика На линии мяча Позади Слегка позади Да И вот тут происходит контакт Если Ведомый был бы здесь Он бы принимал А центральный Вот он должен на край стола спуститься Он У него это пара И он готов Здесь тоже работать Но Ведомый не может быть здесь Ведомый должен быть На линии последнего игрока У него Вбрасывание 24 секунды У него таймер для броска То есть игровое время У него ближайший защитник Поэтому здесь И это опять Маленькая вещь Незаметная Но эти незаметные вещи Формируют образ судей Презентация Дальше Пускай Пускай Ну там фиксируется пол Ну то что мы говорим И то что судя показывают Это конечно Центральный Так не очень Слушай Этот клик давай уберем Я точно вот это вам дать не могу Потом Это вот С этим касанием Там Перебрасывать мяч Не можем наносить ответ А я потом вам дам Спасибо Давай еще раз Начинаем искать по правилам Стоп Смотрите У нас есть два игрока Которые фиксируют Ну два игрока Которые там В контакте Вот этот беленький И этот беленький Теперь давайте смотреть Вот тот беленький Вот Даня Чей-то игрок Ведущего Чей-то игрок Чей-то игрок Ведущего Первично Первично Студе Типа мне говорят Центрально Поехали Поехали вперед Давай Давай Стоп Чей-то игрок Также ведомого Остает Дальше Дальше Стоп Чей-то игрок Ведомый видит А там же еще Еще шаг Сделай вперед Там еще Там еще Белый игрок Ну ты видишь Опять Он где работает Что ты не можешь Купить себе лекарство На курсе Стоп Видите Вот там еще один игрок Есть Так мы должны знать Что вот этот игрок Стой Нахватит Вот этот игрок Который сзади То что происходит На правой руке Вот этого 22 номера Отвечает Ведомый То что происходит С той стороны Снутренней На левой руке Этого защитника Центральный А этот ведущий И тогда мы распределяем Все эти зоны Если пропускается пол Или фиксируется Пошли дальше Включаем А теперь Ивашкову Как национальный выступ Заверните С самого начала Просто совет Ну если фиповские критерии С самого начала С самого начала Вот А здесь Ну вот То есть Тут Так Верни С самого начала Я тебе сказал Теперь Ну стой Я еще не сказал Примен Теперь Вот молодые судьи Фиба здесь едят Да Вот Мацулевич Там Троцкий Где-то Есть Есть такое понятие Завяженное Спокойствие То есть Судья Должен быть Готов к работе И теперь Когда вы хотите Ходьбу Свободную Посчитать Что вы собраны И вы посмотрите Какая презентация Включи И посмотри На руки Дмитрий Борисович Ведомого судьи Это маленький нюанс Который характеризует И выделяет Судью Фиба С сегодняшними требованиями От судьи От судьи Троцкого Который хочет Быть фибом Пускай Руки Руки Свободны А должны Быть собраны То есть Ты не можешь Вот так Приходить Понимаете Что я говорю Даже не сильно Собрано Да Да Я вот на эти моменты Определяю внимание То есть Если Бывает человек У меня Один судья Молодой Он говорит Посмотрите Мою игру Я посмотрел Ни одного момента С полами Я не записал Но когда он стоит На штрафных бросках Вот так Когда он начинает Трусы поправлять Начинает чесать Лобок Стоит вот так Расслаблен Стоит вот так Когда все При штрафных бросках Я говорю Ты видел себя? Он говорит Слушайте Какой я урод Какой я урод Мне никто не говорил Никогда Дальше Один момент Пропустили Кто стоит Поддам Масалевич Хорошо Давай дальше Пускай А что ты Масалевич Отходишь Это что Цик Ты 200 таблетки Купите Давай дальше И опять Попускается Вернем С самого начала Кто Кто у нас Ведомый Кто у нас Ведомый Я не видел Ну кто Это не я Я хочу спросить Почему Это центральный Ты Да Вот теперь Я хочу Попустили Куда Центральному Нужно Это центральный Да Это центральный Это был Центральный Это просто Довольно Можно Последственное Время Игры Да Минута Прошла Да 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 И какого Черта Центральный Пошел Вверх Ну Он Играл Потому Что Он Ротач Стоп Стоп Ну-ка Верни Сейчас Получается Максим Вы Читаете Базовые Знания Механики Какие Есть Фазы Ротации Дмитрий Борисов Клосс Даун Первое Второе Ведущий Идет В новую Позицию Он Может Идти А может Не Идти Если Есть Бросок Передача И Печка Секрет Бросок Кто Закрывает Ротацию Кто Закрывает Ротацию Патронич Завершает Ротацию У нас Может Быть На Какой-то Момент Два Центральных Судьи Но Зачем Максим Говорит Этот Пришел А я Уйду Мне Нужно Быть В Центре Столько Времени Сколько Я Считаю Нужным Для Центра Игровой Ситуации Запускай И Вот Это Фундаментально Вы Берете Вот Он Стоит Здесь Давай Включай Включай Полностью Я Не Подымаюсь Я Стою Здесь А Он Он Должен Быть Кто Центром Стал Да Не Том И Говорит Вообще Ребята Я Не Понимаю Старый Центр Должен Остаться Здесь Столько Сколько Нужно Для Оценки Вот Он Должен Здесь Стоять Подожди Секундочку Ну Спокойно Ну Вот Он Делает Шаг Сюда Неправильно Почему Потому Что Включай Сколько Время Вот Он Стоял Здесь И Все Увидел Я Разворачиваюсь А он Пошел А я Еще Сказал Что Максим 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 Невозможно Если Я Хочу Видеть Открытый Обзор Лучшая Позиция Вот Здесь Или Вот Здесь Как Вы Смещаетесь Сюда Это Называется Рот Лук Рефери Оффендер Дефендер Судья Нападающий Защитник Как Лучшая Позиция Вот Я Должен Оценить Вот Эти Руки Как Вы Его Сюда Загоняете Как Руки Вы Увидите Через Двухметрового Парня Вот Такими Плечами Вот Сюда Мы Спускаемся Вниз И Даже Если Ведущий Судья Идет В ротацию Мне Как Центральному Старому Абсолютно До балды Проблема В игре Вот Здесь Я Занимаю Ту Позицию Которая Является Единственно Правильной Дальше Пускай Стоп И Видите Он Развернулся И Этот Судья Смещается Во Второй Закрытый Обзор Во Второй Закрытый Обзор Он Опять Попадает В спину Дальше Еще Стоп И Он Никак Не Может Видеть Что Произошло А Будучи Вот Здесь Вернее Немножко Раньше Когда Будут По Голове Стоп Вот Стоя Здесь Он Спокойно Видел Как Играем Ясно Что Единственная Единственная Позиция Идеальная Это Было Вот На Макдональдсе Или Вот Здесь И Никто Это Называется Неправильный Кросс Степ От Которого Мы Отучаем Можно Сделать Четыре Шага А Можно Сделать Шаг Вернуться Обратно И Увидеть Обзор Дальше Правильно Абсолютно Дальше И Вот Теперь Смотрите Меня Не Волнует Что Где Стоит Ведущий У Меня Проблема На Мече И Если Я Буду Смещаться За Спину Игрока Нападающего Вот Здесь Позиция Нет Нет Ребят Вот Здесь Я Стою У Меня Проблема Белый Игрок Здесь Мне Не Нужно Ничего Быть В Центре Ребят Я Стою Вот Здесь У меня Оценка Защиты Если Он Пойдет В Центр У Меня Есть Там Что У Проблема Вся Вот Здесь Что Происходит Что Говорит Фиба К Лицевой Боковой Линии И Вниз Смещается Ведомый Орбит В Редких Случах Мы Заходим Заходя Сюда Мы Очень Часто Попадаем Закрытый Обзор Никто Сюда Он Сейчас Закрытым Обзоре Стать Вот Здесь И Спокойно Контролировать Отсюда Я Многие Вещи Могу Попуститься Сцентра Дальше Пускай И Он Отошел Обратно Ну А Дальше Мацулевич Начинает Двигаться От Клоссдауна И Потом Происходит Какой-то Там Фол Закрытый Да Конечно Вот Мы Допустим Молодые Уважаемые Коллеги Молодые Судь Они Знают Эти Механики Куда Двигаться Но Что Не Понимают Игры Не Понимают Просто Игры То Есть Вопрос Заключается В чем Сейчас Никто Не Заставляет Судьи Входить В площадку Сильно Дальше Волейбольной Линии Площадку Я вхожу Когда Подстраховка Идет Сверх От Трехочковой Линии А все Что падает Подстраховка С трехсекундной Зоны Я должен Всегда Смотреть Разрез И опускать Я должен Быть Низким Видом Высоким Центральным В позиции Видом И должен Быть Всегда Заряжен То Что Мы Говорим И Когда Судья Ходит Вот С этой Ситуацией Для Я В какой-то Момент Могу Пропустить Какое-то Решение И Вот Это Понятие Я стою Позади Вроде бы Статика Все Говорит Хорошо Статика Но Первое Должно Быть Понимание Я Стал Здесь И Уже Понимание По-другому Вопрос Заключается Что Нельзя Механику Набор Инструментов Для Машины Поменять На Баскетбол Должен Баскетбол А К нему Механика Тогда Металлическая И Судил Нормально Сейчас Появился Дельфин Молодые Судить Не Могут Вот Простой Ответ То есть Механика Это Средство Коллеги И Вопрос Заключается Вот Мы Сейчас Подводим Итог Не Тот Кто Ближе У Кого Открытый Обзор Не Нужно Кроссколить Не Надо Помощь Партнеру Всегда Идет С Паузой Дайте Своему Партнеру Отработать В первичной Зоне Если Вы Действительно Видите Что Ваше Решение Вы Ситуацию Спасет Принимайте Решение Но С паузой И Закрывая Свою Зону Правильная Ротация Клосс Даун Первая Позиция С Клосс Дауна Я Решаю Идти В ротацию Или Не Идти В ротацию Бросок Передача Под кольцо Трехсекундную Зону И меньше Пяти Секунд Остается В ротацию Сканирую Все Что Без Меча Прихожу В новую Позицию И Старый Центральный Стоит Пока Я Не Взял Всю Игру И Только Когда Я Взял Всю Игру Центральный Решает Нужна Моя Помощь Ведущему Судье Новому Ведущему Или Я Пошел Нового Ведомого Отходить Назад Это Плохое Я Не Могу Я Пропущу Быстро Ну Тогда Тренируйся Метроном Бегать Вот Это Вещи Очень Важные И Самое Важное Еще Чтобы Свести Я Знаю Что Многие Комиссары У нас Многие Комиссары Не Могут Найти Понимание Молодых Судей Судей Начинают Какую-то Говорить Механику А Игра Отсужена Плохо Вот Нужно Найти Понимание Между Пониманием Баскетбола И Чтобы Это Понимание Встроилось В механику И Понимание Игры Вот Это Самое Важное Оценки Они Статичные Игра Динамичная Игра Должна Во-первых Состояться Игра Отсужена Объективно И правильно А потом Вот эти Вещи Ну Нужно Оценивать С точки Звения Что Судья Может Улучшить Когда У вас Какой-то Будет Прогресс У нас Прогресса Нет В России Где Работают Ну Просто Есть ребята Которые Фанатики Потом Они Тухнут Проходят Это Везде Сегодняшняя Молодежь Такая Вот Поэтому Вот эти Вещи Я Как бы Если Есть Вопросы Коллеги Я Самое Первое Прошу Прощения За эмоции Я Всегда Кричу Лугаюсь Вот Дмитрий Борисович Всегда Могу Потому Что Восьмой Год Три Года Бил Меня Кедом На Винограде На Винограде Ребята Другого Варианта Не Будут Я Вам Сказал Требования Самое Главное Дисциплина Дисциплина Есть В Свистке Дисциплина Есть В Решении Дисциплина В Зонах Ответственности Но Ничего Нет Выше Чем Понимание Игры То Что Я Русский Сидит Выше Александр Боич С Родным Вот Это Понимание Игры То Комиссары Не Могут Понять Когда Судьи Пропускают И Теряют Контроль Над Игры И Говорят Это Не Моя Зона Ответ Вот Это Самое То Что Теребит Всех Или Начинают Отбивать Свои Ошибки Перекладывая Ошибки На Других Тоже Но Помощь Всегда Нужна Но Помощь Должна Быть Качественная То Каждая Помощь То Что Мы С Горели Пройти Аут И Не Бывает Такого Петр Дал Мне Лист Дай Молодым Судьям Шаблоны Решения Игровых Ситуаций Каждый Человек Индивидуальность Я Сегодня Стал С Плохой Ноги У Меня Плохое Настроение Мои Путь Решение Другой У Яродского Свой Путь Он Решает Так Он Решает Простыми Русскими Словами У Кого Интеллигентного Он Будет Решает По Другому Нет Такого Что Все Повторяется Один Вопросы Есть Там Часть Вопросов Нет Но Если Вопросы Давайте Давай Кого Вопрос Ну Если Можно Быстренький Вопрос По В системе Видеоповтора В первую Часть Федор Борисович Спасибо Большое Действительно Очень Полезная Полезная Лекция Как у вас Вот В российском Чемпионате Остаются Дела По Систем Вопросам Которые Я задам И Соответственно Может быть Мы Сразу Согласуемся Вместе Как нам Действовать Значит По Правилам РС Можно Смотреть Систему Видеоповтора Можно Использовать Строго По Определенным Критериям По Определенным Пунктам Которые Прописаны В правилах Но Объективно Иногда В нашем Чемпионате Судьи Используют Вроде Для игры Действительно Может Для игры Это лучше Они просматривают Не по правилам Примеры Вы знаете Прекрасно Были такие Примеры Когда Допустим Прошло 24 секунды Или нет Смотрят Середины Матча Используют Системы Резеповтора И принимают Решение Или Допустим Не было Фала Был Сильный Контакт Игрок Лежит Травмированный Нету Судьи Не дали Фала Но Останавливают Игру Идут Пересматривать Дают Неспортивные Хотя Не имеют Права Апгрейтить Поскольку Не дали Первоначальный Фолк Вы знаете Да Эти критерии Вот Но Для игры Возможно Это было Правильно Так вот Давайте Примем Консолидированное Решение Ну и Федор Борисович Расскажет Как В России Могут Ли все-таки Судьи Для игры Использовать РС Или Все-таки Мы строго Придерживаемся Правил И четких Критериев Когда Можно Использовать Эту Систему Хорошо Юр Спасибо За вопрос Да Самое Главное Уважаемые Коллеги Мы Не Можем С вами Интерпретировать Правила Баскетбола ФИБО Нам Никто Не Позволил Их Как-то Менять И Говорить Никто Из Вас Не Обоснует Никакого Юриста Который Достанет Вам Книжку Правил Официально Утвержденную Федерации Баскетбола Белоруссии И Напишет Протест Что Судьи Прошли Смотреть Какие-то Вещи У нас Такие Вещи Были У нас Очень Строго Регламентирован Просмотр Все Что Связано Не По Правилам Но По Какому-то Духу Правил То Что Мы Хотели Придумать Это Никто Менять Не Будет Мы Не 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 Правила И Вы Знаете Евролига Когда Сделала Там Свои Изменения Они Имели Много Вопросов И Коммуникаций Стиба Мир То Есть Правила Одни И Мы Не Можем Здесь Сказать Что Мы Можем Все Смотреть Потому Что Если Мы Можем Смотреть Все Или Эти Решения Которые Юр Ты Говорил Мы Добьемся До Того Что Судьи Будут Останавливать Интерпретировать И Менять Ситуацию По Правилам Мы Не И Не Права Это Я Просто Говорю Потому Что Я Связан Был С Тремя Секундами С Пятью Секундами И С Другими Вещами И Восьми Секундами Которые Люди Писали Давайте Обоснуйте Нам Три Секунды Правила Давайте Там Его Отменим Или Напишем Пассивное Активное Никто Правила Нам Не Позволит Интерпретировать И Менять Кроме В Рамках Правил И Официальных Книг ФИБО То Есть АРС Есть Там У Нас 6 4 И 4 Позиции Вот Эти Все Позиции Мы Должны Использовать Это Точный Ответ Я Знаю Что Позиция Федерации Баскетбола В лице Клопикова Он Никогда Не Пойдет Могу Рассказать Случай Что Когда Сказали Что Можно Пойти Было Смотреть Хлопиков Сказал Не Имеют Права А Пошли Смотреть Могли Написать Протест Или Апелляцию И Было Еще Больше Включая Оценку Хотя Из-за Этого Решения Команда Проиграла Вот Такая Ситуация Была Мы Должны Следовать Даже Может Быть Где То Не Совсем Объективным Правилам Которые Есть Но Это Правила Мы В общем Всем Большое Спасибо Любые Материалы Которые Были В этой Презентации Вчера Или Завтра Работали После Семинара Всем Большое Спасибо До Субтитры До Субтитры До Хорошего Дня Спасибо До Свидания Коллеги Большое Спасибо Всем Всем Спасибо До Свидания До Свидания До Свидания До Свидания Ты так и Просидел Перевернутый А я Пробую Перевернуть Не Переворачиваться Как же не стал Трогать Должен На голове Постоять Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует